Вы смотрите новости Верхникамия в студии Екатерина Кравцова и вот о чем мы расскажем сегодня. Выпил и угнал машину друга. Полицейские поймали горе угонщика. Было замечено, что автомобиль имеет признаки угона. Красивая и уютная новая поликлиника. В Березняки пришел крупный краевой проект. Комфорт всегда прекрасен. И в конце выпуска сюжет о показе спецтехники. Пожарный рукав, с него идет вода. Вот прямо отсюда под большим напором. Об этом и не только смотрите сегодня в выпуске. Когда друг оказался вдруг. Житель города выбил стекло и угнал машину у своего же приятеля. А потом отправился кататься по ночному городу, пока не привлек внимание сотрудников ДПС. Теперь, возможно, его ждет дорога дальняя в дом казенный. Накануне в 4 часа утра ВАЗ-14 модели ехал по улице Свердлова в районе строительного техникума. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Вдобавок, у машины было выбито заднее стекло. Этим заинтересовались проезжающие мимо инспектора ДПС. Как выяснилось, после остановки авто 21-летний водитель был пьян и не имел водительского удостоверения. Гражданин не смог пояснить, где находятся ключи от автомобиля, где у него документы на этот автомобиль. В результате осмотра инспекторами данного автомобиля было замечено, что автомобиль имеет признаки угона. Оказывается, пьяный угонщик взял без спроса машину у своего 19-летнего приятеля. Подозреваемый арестован. Сейчас ведется следствие. Как на такую выходку отреагировал приятель хулигана, сотрудники полиции не сообщают. Но наверняка дружбе конец, ведь владелец Лады предъявил ущерб в сумме 90 тысяч рублей. А мы продолжаем следить за ситуацией вокруг общественного транспорта. Ответы от чиновников ждут самые маленькие жители Зырянки. Чтобы дойти до остановки школьного автобуса, дети вынуждены преодолевать расстояние в полтора километра и идти по проезжей части. Либо же добираться в кромешной тьме через пустырь. Этой осенью Лиза пошла в третий класс. Каждое утро до автобусной остановки ее провожает мама Любовь Хихолкова. После школы за дочь тоже тревожна, поэтому приходится ее еще и встречать. Всего по этой тропе ходят с десяток школьников. У нас тропинка ближайшая до школьного автобуса. Мы сами видели, ходить по ней невозможно. Следующая остановка ближайшая, это уже у магазина, как заезд на Зырянку. Извините, туда идти сколько, а там движение такое, детей от них не отправить. До автобусной остановки два пути. Либо топать полтора километра вдоль проезжей части, при том, что тротуара там и в помине не было. Только представьте, каково будет детям, когда наступят морозы, до которых, в отличие от остановки, рукой подать. Конечно же, есть более короткий путь по натоптанной тропинке через лес и пустырь. Скоро тропинку завалит снегом. Тогда детям придется идти по сугробам в кромешной тьме, ведь освещения там тоже нет. Жители Зырянки просят сделать тротуар, прокинуть провода и установить светильники. Либо добавить еще одну остановку поближе к дому. Сегодня чиновники дали ответ на эти просьбы. Далее цитата. Для создания условий удобного и безопасного передвижения школьников по пути следования к остановке школьного транспорта Комиссии по безопасности дорожного движения администрации города планируется рассмотреть вопрос по изменению маршрута школьного автобуса школа номер один поселок Зырянка с заездом на адрес железнодорожная 99. Устройство пешеходной дорожки от улицы Ручейной до улицы Шахтерской невозможно, так как здесь проходит пойма ручья и в период снеготаяния данная территория подтапливается. Конец цитаты. А вот насчет освещения его восстанавливают поэтапно не меньше 4,5 километров в год. В первую очередь делают улицы с большой интенсивностью движения. Работы по восстановлению освещения на улице Ручейная, что на Зырянке, пообещали провести лишь к 2021 году. Сергей Каленик, Степан Некрасов. Новости Верхниками. Проект «Новая поликлиника» в Пермском крае набирает обороты. Его главная цель – повысить доступность и качество медицинской помощи для пермяков и жителей края. Сделать поликлинику удобной и комфортной для посещения. В этом году глобальные ремонты пройдут в Березняках и Усолье. Сегодня все консультации по записи на прием к врачу ведутся в этой регистратуре, но уже через время ее демонтируют, и на ее месте, возможно, в будущем появятся новые кабинеты. Сама же зона регистрации переедет в противоположное крыло. Сегодня здесь ремонтные работы идут полным ходом. Детская поликлиника на Советском проспекте – одна из первых в Березняках, где реализуется краевой проект «Новая поликлиника». В данном помещении планируется расположение гардероба для посетителей, и вот в этом большом помещении планируется открытая колясочная. Именно так, согласно проекту «Новая поликлиника», будет выглядеть помещение первого этажа детского медицинского учреждения. Красочное оформление, яркие рисунки, удобная навигация. Здесь также разместятся картохранилище и санузел для пациентов. После проведения ремонтных работ здесь появится открытая регистратура, то есть в зале будет работать квалифицированный администратор хола, который будет регулировать потоки пациентов. В холлах также появятся мониторы для электронной очереди. Записаться на прием можно будет в том числе и через информат. А старые скамейки и стулья заменят на мягкие диваны и пуфы. Это будет очень, я считаю, что красиво. Это будет все новое и для пациентов, и для сотрудников. То есть комфорт всегда прекрасен. Новую красочную зону регистратуры березняковцы и жители Уссули уже как год могут наблюдать во взрослой поликлинике по адресу Дименева, 12. Здесь же начал работу и доврачебный кабинет. Всего в этом году в краевой больнице имени Вагнера отремонтируют, согласно проекту, целых шесть поликлиник. На Советском проспекте 73, на Ломоносово 102, Дименево 12 преобразятся Уссульская больница и поликлиника в микрорайоне Любимов. Мы к проблеме подошли комплексно. Изменится и внешний вид, и вся логистика, все коммуникации. Я надеюсь, что нам хватит сил изменить и логистику в умах наших регистраторов, наших докторов и среднемедицинского персонала. Наша самая главная цель – повысить уровень оказания медицинской помощи. В этом году глобальные реконструкции идут по всему краю. Как отметил глава региона Максим Решетников, подобных по масштабу работ не было давно. Далее цитата. С прошлого года взялись за важную работу. Приводим в порядок наши больницы и поликлиники, которые зачастую десятилетиями не видели ремонтов. В рамках проекта «Новая поликлиника» в этом году модернизируем более 100 регистратур медучреждений, чтобы не было очередей. Помимо этого ведутся работы по обеспечению доступности учреждений для маломобильных людей. Конец цитаты. А тем временем мамочки Березняков предвкушают, когда смогут прийти на прием в новое просторное современное помещение со всеми удобствами. Очень удобно будет. Конечно, я думаю, что удобно. И вообще, что ремонт в больнице делается очень хорошо для деток. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Продолжу выпуск. Их нужно знать в лицо. На очередном заседании Думы депутатам представили руководителей шести территорий, недавно присоединенных к Березнякам. Впереди у чиновников и народных избранников много совместной работы. Они сами представятся, да? Андрей, давай с тебя начнем. Усольский, Пыскарский, Березовский, Романовский, Орлинский и Троицкий руководители территориальных отделов уже бывшего Усольского района представили на Думе. Депутаты тем временем договорились о приеме людей из присоединенной территории. Со следующей недели народные избранники будут выезжать на места и беседовать с местными жителями. Мы видим там очень большие проблемы, которые, некоторые проблемы даже мы решить не можем, потому что базы для решения просто нет. Финансовая отчетность никудышная. Просто никудышная. Я не могу сейчас много говорить, потому что это дело касается уже не нас, а других компетентных органов. Сегодня, 27 сентября, губернатор Пермского края Максим Решетников вручил государственные награды Российской Федерации, почетные звания и поощрения работникам промышленности. Открывая заседание правительства края, губернатор вручил благодарность президента России Владимира Путина генеральному директору предприятия «Уралкали» Дмитрию Осипову. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени слесарю сборщику авиационных приборов Пермской научно-производственной приборостроительной компании Вениамину Шевшукову, а также нагрудный знак почетного звания заслуженный химик Российской Федерации сотруднику компании «Метафракс» Алексею Кучеву. Вы много лет проработали в своих отраслях. Благодаря таким профессионалам, как вы, развивается наша промышленность и наш пермский край. Спасибо вам за достойный труд. Желаю вам дальнейших успехов и достижений в работе и жизни. Чердень бьет все рекорды по турпотоку. В прошлом году достопримечательности района посетили почти 50 тысяч туристов. Сегодня краевые власти озадачены вопросом развития инфраструктуры этой территории. Что уже сделано, расскажут наши пермские коллеги из телекомпании «Ветта». Север Пермского края – Черденский район. В народе его называют «серебряным треугольником», образованный между речием Камы, Вишеры и Колвы. Он является древним перекрестком торговых путей. Древний и загадочный город особенно красив. Настоящий музей под открытым небом. Красота простора завораживает. Ну а главное украшение Чердени – ее старинные храмы. В рамках рабочей поездки на север региона губернатор Пермского края Максим Решетников прошелся по таким местам. А после провел совещание по развитию туризма в этой территории. Почему акцентируем внимание именно на Черденском районе? Ну потому что, наверное, это одна из у нас основных точек, которая привлекает туристов. Многое в районе за последние годы сделано в этом направлении. Но при этом губернатор отметил, несмотря на то, что сделано уже немало, предстоит сделать еще очень многое. В районе свыше 250 объектов культурного наследия. Здесь проходит более 20 туристических маршрутов, в том числе по романовским местам. Именно поэтому важно развивать туристический потенциал территории, сказал Максим Решетников. По данным регионального Минкульта, по статистике Чердень – один из самых популярных городов в Пермском крае среди туристов. В 2017 году турпоток составил 47 тысяч человек. Интерес есть, а инфраструктура развита слабо. В Чердене нет промышленности, в Чердене – это туризм. Это по-хорошему продавать территорию, продвигать ее, привлекать сюда туристов. И чтобы приезжие здесь не просто приезжали и уезжали, а чтобы они здесь оставляли деньги. Чтобы здесь оставались на ночевку, чтобы здесь был нормальный общепит, чтобы платили экскурсоводам и так далее, и так далее. Не в Перми, а именно здесь. В совещании приняли участие ведущие эксперты туристической отрасли, представители предпринимательского сообщества и местных властей. В своем докладе министр культуры края Вячеслав Торчинский отметил, разработана новая программа «Не сиди дома». Предлагается сориентироваться на четкую целевую аудиторию. На первой стадии это молодежь от 18 до 35 лет, которые будут приезжать сюда на выходные и проводить здесь по несколько дней. 24 тысячи человек в городе Перми проживает возрастом 18-35 лет. 10% от этого населения, то есть это, с точки зрения маркетинга, это вот так называемые экспериментаторы, это уже более 20 тысяч человек, которые могли попасть в согнутые проекты, стать активными туристами. Эксперты туристического бизнеса и представители вузов подтвердили свою готовность принять участие в развитии туризма в Черденском районе. Идей много, в частности, через образовательные проекты представить объекты культурного наследия в Европе, а также создавать как можно больше в районе мероприятий для привлечения туристов. Чтобы возникли качественные инфраструктурные объекты, должен быть поток. Будет поток, поток можно сегодня создавать за счет продуктов, каких-то интересных и не только, допустим, культурно-исторических маршрутов, но и активных видов. Надо, чтобы что-то происходило. А это потянет за собой и посещение, безусловно, музеев, и посещение каких-то значимых мест в районе. По итогам этого совещания будет сформирована программа развития туризма в Черденском районе с возможностью дальнейшей ее интеграции в программу развития туризма Пермского края. В конце совещания затронули тему и дорог. Было принято решение о передаче дороги до поселка Ныроп в региональную собственность. Это позволит привести ее в порядок уже в следующем году, а территории направить больше средств на развитие туристической инфраструктуры. Максим Суханов, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Пьянящий соленый воздух, шепот прибоя и бесконечная синяя даль во все времена вдохновляла режиссеров, поэтов и художников. Сегодня, 27 сентября, весь мир отмечает День моря. Море еще и кладезь здоровья. Об одном из его даров речь пойдет уже в следующем сюжете. Море – это не только солнечные курорты, но и холодные седые равнины, которые покоряются только сильным. Камчатка со всех сторон обласкана холодными волнами. Океан щедро вознаграждает местных жителей. Камчатская рыба ценится во всем мире. Дары этого сурового региона можно встретить на Березняковских прилавках. Уже зарекомендовавшая себя рыбная лавка завезла к нам огромную партию чавычи из самого крупного тихоокеанского лосося. Мясо рыбы чавычи богато на витамины В, С, К и Е. Съедая кусочек такой рыбки, вы получаете букет полезных микроэлементов. Цинк, селен, кальций, калий, железо, магний. Смотрите, какая она у нас свежая, какая красавица. Жирок в ней так и стекает. Перья у нее все мягкие, нежные, что говорит, конечно же, о ее свежести. А еще на прилавках золотистые балуки-белорыбицы. Белое нежное мясо буквально тает во рту. Этот продукт регулирует обмен жиров и углеводов, а также уровень холестерина и является хорошим средством для профилактики образования тромбов. Она у нас есть и холодного, и горячего копчения. Холодное копчение на удобном нарезочку, отлично хранится. Горячее мы предлагаем деткам, так как она вкусная, нежная, рассыпчатая и не имеет ни одной косточки. Нерка кижуч палтус кумжа и вкуснейшая красная икра чавычи. Дальневосточный улов – это целая сокровищница для людей, которые заботятся о своем здоровье. А еще рыба – это природный энергетик. В ней содержится много фосфора, а он устраняет вялость, улучшает память и повышает работоспособность. Но как не влюбиться в рыбные деликатесы, особенно когда до моря тысячи километров? А как это – рыбу не любить? Вы что, рыбу надо любить. В рыбе много омеги, вот. Во-вторых, она очень полезна. Очень полезна, очень, очень. Это даже может быть полезнее, чем мясо. Рыба – это все здорово. Надо рыбу есть. От рыбы не жиреешь, от рыбы много витаминов, там, наверное, йог содержится. Рыбак Камчатки – это не только полезные, но и вкусные деликатесы. Рыбу коптят исключительно в кирпичных печах, на опилках вишни, ольхи и яблони. И в этот раз рыбная лавка «Рыбак Камчатки» завезла к нам свежемороженую рыбу в вакуумных упаковках. О ее качестве можно судить даже по аппетитному внешнему виду. Остерегайтесь подделок. Рыбная лавка «Рыбак Камчатки» приезжает только во дворец имени Ленина. Она пробудет у нас до 29 октября. Запасайтесь здоровьем! Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости Верхней Камья. А теперь настало время нашей рубрики «Что почем?» Осталось всего два дня, чтобы принять участие. Напомню, в течение этой недели мы показываем в эфире товары с магазина «Галамарт». Ваша задача – угадать их стоимость. Сергей Каленек уже готов подвести итоги вчерашней викторины, а заодно озвучить и новое задание. Накануне мы предложили вам отгадать стоимость вот такого вот погружного блендера – 996 рублей. И такой необходимый помощник уже на вашей кухне. Свои варианты ответов нам прислали более 30 зрителей. Абонент, чей номер заканчивается на 9095, прислал ответ 994 рубля. Он оказался самым близким к правильному. Так что мы поздравляем победителя и отправляемся на поиски нового артефакта. Автомобильная тема – моя любимая. Только посмотрите, какое разнообразие. Давайте угадаем цену, например, вот этого вот компрессора. Как вы думаете, сколько стоит этот компрессор в магазине постоянных распродаж «Галамарт»? Свои варианты присылайте на короткий номер 4647. Перед сообщением не забудьте набрать цифру 59. Напоминаем, что победит тот, кто первым угадает цену компрессора или пришлет самый близкий к правильному ответ. Ваши варианты мы ждем до 3 часов в пятнице. Награждение пяти победителей пройдет уже в понедельник. Каждый знаток получит от магазина постоянных распродаж «Галамарт» приятный и ценный подарок. Поощрен будет и самый активный участник телевикторины. Так что, если вы в этот раз ошиблись, не опускайте руки. Сергей Коленик, Дмитрий Воронушкин. Новости. Сегодня на площади возле ДК «Металлургов» пожарные развернули свои расчеты. Правда, повода волноваться не было. Это ежегодная выставка спасательной техники, которая в этот раз собрала рекордное число участников. Бурю эмоций и массу впечатлений у этих малышей вызывает раздвижная пожарная лестница. Такого в своей жизни они еще точно не видели. Визжат от восторга и смеются. Пожарные тут же запускают в работу дымовую машину. А ведь именно с такими условиями, хоть глаз выколи, им приходится сталкиваться на реальных пожарах. Так увлекательно и, самое главное, познавательно. Участники выставки, школьники и детсадовцы еще не проводили свое время. Мы приехали из села Пыскар. Нас привезли на автобусе. Мы вообще первый раз на таком масштабном зрелище. Нам очень понравилось. Ребята, вам сегодня понравилось? Да! А зрелище действительно грандиозное. На площади возле ДК Металлургов развернулись 7 единиц спасательной техники. А желающих посмотреть на это собралось больше сотни. В каждой машине можно было посидеть, включить сирену и, конечно же, сфотографироваться на память. Задачей пожарных же было доступно донести до детей, чем занимаются люди, их профессии. Главное же, как им донести, как им показать. Если я буду говорить с научной точки зрения, как это у нас учили, то они, конечно же, не поймут. А когда я им говорю, вот, ребята, это пожарная машина, это пожарный рукав, с него идет вода. Вот прямо отсюда, под большим напором. А-а-а! Ужасно вообще, невозможно. Вода, говорю, закончилась. Видите вот эту травку? Это у нас речка. Вот там пожарный всасывающий рукав. Из речки он засасывает воду прямо в машину. А-а-а! Здорово, круто! Блин, дальше что у нас? Дыхательный аппарат, да, видим, ребята? Вы можете дышать в дыму, никто не может дышать в дыму, а я могу. Меня впечатлило то, что пожарные машины такие большие, и там много всяких аппаратов. Для того, чтобы быть пожарным, нужно много тренироваться, уметь пользоваться разными инструментами. И это очень сложная работа. Ты бы хотел быть пожарным? Да. Выставка пожарной техники проводится каждый год в рамках месячника гражданской безопасности. Организаторы уверены, что после увиденного дети унесут с собой не только интересные фотографии, но и полезные знания. Екатерина Кравцова, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхниками. Запуск отопительного сезона идет полным ходом. Накануне заветное тепло начало поступать и в жилые дома, но пока появилось не везде. Если боитесь замерзнуть в ожидании горячих батарей, то поспешите за самыми теплыми одеялами. А вот где их приобрести, знает Вера Андреева. Кто не любит уют в доме, когда все вокруг для души? Дорогие сердцу мелочи и восхитительно уютный домашний текстиль. Порой самые теплые и яркие моменты рождаются вот из таких простых и обыденных вещей. Мимолетные улыбки, прикосновения, произнесенного доброго слова. Что вам по душе? Да, в Березнике вновь прибыли добрые помощники, которые помогают создавать уют. Прилавком конца и края не видно скатерти, подушки, мягкие пледы и более трехсот видов постельного белья. Ну просто мечта для гостеприимных хозяек. Я вообще походу какой-то постельный маньяк. В смысле белья, конечно, оторвать меня сейчас от прилавков с этими восхитительными комплектами просто нереально. Хочется все и сразу, а главное цены очень-очень заманчивые. Кстати, похоже, я тут не одна такая. Согласитесь, а ведь наволочки под одеяльники давно перестали служить нам просто чехлами для подушек и одеял. Хотите в феврале садовых ирисов? Вот оно, полюшка целая. И охапки роз, и романтика Парижа, и даже жаркие самаркандские мотивы. Лучше не придумаешь перечитать тысячу и одну ночь, укутавшись в эти диковинные восточные узоры. Кстати, вы можете быть уверены, эта красота прослужит вам долго. Причем хорошую славу для этой выставки сделали сами покупатели, которые возвращаются сюда снова и снова. Комплекты из поплина, сатина, качественной бязи. Действительно, на всех этапах производства проходит строгий контроль качества. Но сегодня покупатели буквально охотятся на эти одеяла и подушки. Таких в березняках днем с огнем не сыщешь. Хотите по-настоящему выспаться, забыть о головных болях и всегда вставать с той ноги? Тогда срочно меняйте подушку. Вот хотел бы порекомендовать вам такую подушечку, которая идет в валик, под шею идет. Она идет более жесткая, у кого проблемы с позвоночником и с шеей. То есть идут магнитные аппликаторы, точное воздействие на шейный отдел. И тут зашиты семена кассии. То есть микромассаж идет головы. Очень приятный. Новинка – одеяло из натурального гусиного пуха, теплое и мягкое, дарящее расслабление и уют. Нежное и невесомое, будто облачко. Одеяло настолько приятно в использовании, что вы всю ночь будете ощущать себя удивительно комфортно. Утро вам просто не захочется выбираться из-под него. Пух в любую погоду создает идеально комфортную температуру для тела. Под таким одеялом сложно перегреться или замерзнуть. И будьте уверены, оно прослужит вам долго – не менее 20 лет. Кстати, вы знакомы с топерами? Это просто мечта для тех, кто всю жизнь спит на диване и мечтает о хорошем ортопедическом матрасе. Вы почувствуете разницу, выспавшись на этой тонкой перинке. Внутри топера – вязкая эластичная пена, которая не продавливается и принимает форму тела. Но если вы вдруг захотите поменять интерьер, выставка Ивановского трикотажа и здесь станет вам надежным помощником. Присмотритесь вот к этим чехлам для диванов и кресел. Они способны за минуту преобразить вашу квартиру. Только два дня выставка продажу постельного белья ждет вас в ДК имени Ленина. Игорь Андреевич, Панекрасов. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости Верхниками. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго и только хороших вам новостей.